Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Вчера вечером Amplitude Studios провела демонстрацию Humankind для некоторых ютуберов. Меня тоже позвали и позволили даже в Humankind несколько часов поиграть. Поэтому делюсь с вами впечатлениями по свежим следам, так сказать. Но, во-первых, уточню, что на своём экране вы видите не то, как я играю, а то видео, которое нам предоставили разработчики. Мы даже специальный договор подписывали, что не имеем права записывать видео и, естественно, куда-либо его выкладывать. Всё, что разрешено, это делать скриншоты. Правда, опять же, кроме битв, дерева технологий и списка так называемых мировых свершений. Так что я наделал своих скриншотов, ссылка на них есть в описании к этому видео. Я, наверное, ещё закреплённый комментарий напишу. И иногда кое-какие скриншоты, пожалуй, буду ещё и в это видео вставлять для лучшего пояснения. Тем не менее, вот эта карта и, собственно, геймплей точно такой же, как и было в том демо, в котором я играл. Там позволено сыграть было только за четыре культуры античности, за Вавилон, Египет, Харапу или Микенскую культуру. Я успел сыграть за Вавилон и Египет, ну, потому что выход в следующую эру демо заканчивал, то есть только до классической эры. В общем, могу сказать, что действительно похоже на Endless Legend и по ощущениям, и по механикам. А это значит, что те, кто играли в Endless Legend, будут чувствовать себя в Humankind как рыба в воде. Хотя, естественно, здесь много новых механик, переработанных старых, и вот на это я попробую обратить ваше внимание. Начинается игра с того, что ваше племя появляется на карте, и прежде чем основать какой-то первый город, вы должны этого права добиться. А именно, либо набрать 25 очков культуры, либо трёх юнитов. По карте раскиданы такие всякие места интереса, и исследуя карту, и заходя в эти места, вы получаете очки, и в итоге перестаёте быть племенем, и выбираете ту культуру, за которую сыграть. Отличное решение в том плане, что вы изначально разведаете хоть какую-то карту, а не так, как это в сериях игр цивилизации, что чем позже вы город поставите, тем больше у вас отставания будет. Благодаря тому, что все начинают вот с такого развития, с одного юнита, ну по правде говоря, там два юнита вы можете разделить его, и исследуя карту, вы, во-первых, получаете больший простор для решения, где поставить ваш первый город, а во-вторых, просто появляется вот это ощущение кочевого племени. Достигнув 25 культуры, вы можете выбрать из этих 4 культур, ну понятно, что в полной игре будет 8 культур, после чего у вашего юнита появляется возможность основать город. Как дальше разрастается ваша империя? Тут тоже другая механика, которая, по-моему, более логична. Я, как всегда, искал в меню строительства поселенца, фиг, поселенцев больше нету, как и рабочих, собственно. Теперь любой ваш юнит может основать аванпост. Ах да, забыл отметить, что здесь точно такая же система, как в Endless Legend с районами, то есть вы можете основать один в город в каждом районе. Так вот, вы заходите в этот район, где нету чужих аванпостов или чужих городов, и любым юнитом можете построить там аванпост. Он строится там сколько-то ходов, наверное, 1 или 2, опять же, будет зависеть, наверное, от сложности, от скорости игры, и стоит определенное количество денег. Чем больше у вас уже стоит аванпостов или городов, тем дороже будет каждый следующий. Вот у меня тут первый стоил 40 монет, а следующий, по-моему, 65 монет. И вот этот аванпост вы уже можете потом превратить в город. В моем случае превращение первого аванпоста в город стоило 60 монет, и он превращался в течение трех ходов. Но превращать аванпост в город совершенно не обязательно. Вы можете этот же район присоединить к уже существующему городу, и город будет обрабатывать, грубо говоря, вот эти два больших района уже. Потому что каждый следующий город будет снижать так называемую стабильность империи. Это такой аналог счастья здесь вот в Humankind. Но вы можете в этом районе так и оставить аванпост на самом деле, и обрабатывать ресурсы в этом районе с помощью аванпоста. Этого тоже достаточно. Правда, аванпост слаб, и если придут враждебные племена, они могут его разграбить, и все, этот район уже не будет под вашим контролем. Так что даже заселение и колонизация районов уже повышается на какой-то новый стратегический уровень. Кстати, здесь вместо варваров вначале бродят дикие животные. Олени, слоны, медведи. Сами они на вас не нападают, но вы можете на них нападать, таким образом прокачивать юниты. И я, кстати, не уверен, будут ли варвары в будущем. Я уверен, что будут, правда, но вот в моей MD-версии варваров не было просто потому, что, ну, знаете, всего лишь один период был. Что дальше? Как сами города развиваются? Как и в Endless Legend, вы либо строите районы, которые занимают целую клетку. Причем тут есть и производственный район, и продуктовый район. Причем производственный, кстати, называется торговым районом. Коммерческий район, научный, культурный. Что, конечно, не знаю, еще люди могут сказать, что это все типа украдено из шестой цивы. Хотя на самом деле это все механики Endless Legend. Откуда явно позаимствовали идеи для шестой цивилизации? Система ресурсов все та же из Endless Legend. В русском переводе она называлась 5P, но тут явно ее не будут называть там деньги прахом, а культуру прогрессом. То есть здесь есть еда, за счет которой город растет, производство, за счет которого вы что-либо строите, деньги, за счет которых вы что-либо покупаете, наука, не поверите для чего, и культура. Это уже для цивиков, которых чуть дальше. Интересно, кстати, что в городах вы, конечно же, можете ускорять производство за счет денег, то есть покупать здания. Но тут тоже очень прикольно сделано. Чем дороже здание, тем меньше шанс, что вы его сможете купить. Как это реализовано? Не в том плане, что это дороже денег стоит. А, например, чудо я не могу ускорить за счет денег, пока мой город не достигнет определенного количества жителей. По-моему, там 10 жителей. Какое-то более крутое здание я не могу ускорить за деньги, пока город не достигнет 5 жителей. Что заставляет вас города развивать, а не просто выбахнули город и сразу там накупили всех возможных зданий. Нет, надо вырастить его сначала. Кроме того, кстати, здесь не такая система, как в Циве обработки клеток. То есть вашему городу сразу идут все ресурсы, которые вот в радиусе клеток, рядом с которыми он находится. То есть вы, например, ставите первый город, вокруг которого там 6 еды и 10 производства по клеткам. Вот они сразу вам идут. И дополнительные районы эти клетки еще добавляют. Но жителей вы можете просто в самом городе распределять по типам производства. То есть поставить там жителей на еду, на производство, на науку. Однако в отличие от Endless Legend, где вы могли сколько угодно жителей в производство, например, вбросить, здесь есть ограничения. Вот в начале, когда я город поставил, я мог только двух жителей на добычу еды поставить, двух жителей на добычу производства и так далее. И эти ограничения снимаются, повышаются при постройке зданий. Кстати, и в самом городе даже изначально не может быть больше 8 жителей. Но еще интереснее развитие вашей империи, как она переходит из эры в эру. Опять возвращаюсь к Endless Legend. Там все-таки вот это развитие было завязано на науку. Вам необходимо было открыть 9 технологий предыдущей эпохи, чтобы перейти в следующую. И меня всегда вот в 4х стратегиях вот этот фокус на науку несколько смущал. Вот про ваши вот это строить домики. Мол, чисто в развитии, чем больше науки, чем дальше ты улетишь, тем, собственно, у тебя юниты сильнее и так далее, и так далее. Так вот, по-моему, в Humankind разработчики максимально подошли к тому, чтобы вы могли нормально развиваться и играть при любом стиле игры. Будто вы любите чудеса строить, или любите юниты военные строить, атаковать, либо в науку. Как это на самом деле будет ли работать, будет понятно все-таки при полном релизе, а не когда одну эпоху сыграешь. Но я объясню механику здесь. Чтобы перейти в следующую эпоху, вам надо выполнить 7, можно сказать, заданий, или получить 7 звездочек. Помните, каждая цивилизация, которую я вам представлял, имеет какую-то специализацию. Там ученые, аграрии, милитаристы, торговцы и так далее. Так вот, эта специализация, это их основной квест, в котором им проще выступать. Вот, например, когда я играл за Вавилон, мой основной квест состоял в том, чтобы открыть какое-то количество технологий. Вначале, по-моему, 8 технологий, потом 12, потом 16. И вот, открыв 8 технологий, это 1 звездочка, 2 технологии, 2 звездочки. Но лучше, конечно, 5 звездочек, как вы понимаете. Правда, в данном случае тут их 3 максимум. И почему это легче, например, выполнять Вавилону? Потому что у него в каждом городе есть способность, такой буст можно включить на 5 ходов. Находится в верхнем левом углу. Вы нажимаете на этот буст, и ваш город все производство бросает чисто в науку. У вас в городе, правда, ничего строиться не может, но при этом техи вы открываете намного-намного быстрее. Однако, и во всех оставшихся 6 областях вы тоже можете получать звездочки. Например, в Милитаристской вы получаете 1 звездочку, убив 3 юнитов любых. Не обязательно соперников, можете и животных убивать. В области торговли вы получаете звездочку, когда у вас в ход определенное количество денег генерируется. Ну и так далее, вот в каждой из этих областей. И вот, набрав 7 звездочек во время своей эпохи, вы переходите в следующую эпоху. Таким образом, игра вас не заставляет концентрироваться, во-первых, на какой-то одной области, а во-вторых, помогает набирать прогресс в той области, на которую рассчитана ваша культура, которую вы выбрали. Причем, в следующей эпохе, например, вам не обязательно другую культуру выбирать. Я мог остаться и вавилонянином дальше. Правда, игра честно предупреждает, что тогда вы не получите более крутой, уникальный юнит от культуры следующей эпохи. Я думаю, это и понятно. Также не стоит бояться, что вы отстанете сильно в развитии от других культур, потому что есть так называемая Competitive Spirit Aerostar. Чем больше других культур перешло в следующую эпоху, тем больше вам за это будет даваться звезд. То есть вы не можете вообще остаться в более древней эпохе, когда другие игроки перешли в следующую. Кроме того, за выполнение всех этих заданий, а есть еще такое задание, как Competitive Deeds, то есть задание соревновательное, которое может выполнить только какой-то один из игроков. Например, там было построить первое чудо или найти какое-то чудо природы. За все это вы получаете еще и очки славы. Вот тут все-таки не очень понятно, на что они расходуются, но, как мне сказали разработчики, собственно, очки славы — это и будет цель игры. То есть, видимо, либо какое-то определенное количество очков славы надо будет набрать, и кто первым это сделает, тот и победит. Либо определенное количество ходов, у кого будет больше. В общем, тут я чисто могу только гадать. Перед вот этим всем событием я в Дискорде и в сообществе на Ютьюбе попросил спонсоров указать, чтобы им было интереснее всего узнать из того, что вот происходит в игре. Например, Дивинором, да и многие другие спрашивали, как реализован бой. Он реализован так же, как в Endless Legend, да? То есть, когда сталкиваются две армии, они как бы переносятся на отдельный участок боя, который на самом деле соответствует тому рельефу, где они столкнулись. Более того, размер этого поля боя будет зависеть от количества юнитов с одной и с другой стороны, которые бьются на поле битвы. В отличие от Endless Legend, тут вы можете управлять юнитами сразу. Тут не будет этих фаз отдания приказов, а потом битвы. Юниты будут ходить по очереди. Сначала ходят юниты того, кто нападает. Хотя, мне кажется, тут еще они будут думать, как это будет реализовано, но вот то, что было в демо, сначала ходили юниты того, кто нападает, потом ходили юниты того, кто обороняется. Правда, в отличие от тех же Endless Legend, в бою не шесть фаз, а всего три. То есть, грубо говоря, вы всеми своими юнитами в армии можете походить только три раза, если их, конечно, не убьют до этого. Опять же, как и в Endless Legend, в армии может быть до четырех юнитов, не больше. Правда, в бой могут вступать и другие армии, которые находятся недалеко от битвы. Ну и, понятно, явно при движении по дереву технологий, количество юнитов в армии можно будет увеличивать. Много вопросов было, будет ли религия. В демо-версии она была. Я мог выбрать между политеизмом и шаманизмом, например, в начале. Но, как сказали разработчики, и, собственно, по ощущениям, вот в этом демо религия большой роли не играла. То есть, она не реализована была там еще. Я только в начале мог выбрать. Мне было написано, что там мне капает столько-то веры. Но при попытке нажать на вкладку с верой написано, что в этом билде она не реализована. Так что ничего про религию сказать не могу. Тем не менее, в игре она будет точна. Дерево технологий очень похоже на то, что в Циве есть. Так что просто тратите науку на то, чтобы открыть технологии. Один в один. Механика объединения городов в один. Я перед этим рассказал. Я просто еще раз поясню. Вы не можете два города в один объединить. Вы можете к городу присоединить ту область, в которой вы построили аванпост. То есть, вот эту область вы присоединяете, и как бы вот этот город разрастается на две области. То есть, он будет контролировать две области. Вот таким образом это реализовано. По поводу чудес природы, в демо-версии я находил Эверест и какую-то голубую дыру. Это морское чудо. То есть, это просто как прикольная штука, но я не ощутил, что они дают какой-то офигительный выхлоп на клетках, где они находятся. Они дают славу, правда, если вы первым их найдете. А во всем остальном это просто, ну, пока красивое изображение на карте. Много вопросов по поводу дипломатии. Опять же, в этой демо-версии дипломатия была попросту не реализована. У нас просто была война бесконечная, которую невозможно там не помириться, не вообще как-то контактировать с другими культурами. Так что пока дипломатии тут нет. Алексей Романов спросил по поводу восточноевропейских культур, но опять же повторю, демо позволило сыграть только до классической эпохи и все. Так что все те культуры, которые я вам показывал и рассказывал, я видел и в демо-версии. Что будет дальше, мы будем следить просто за анонсами от разработчиков. Политические режимы. Вот это интересно тут реализовано, по-моему, необычно. Ну, опять же, они называются цивикс, цивики. Но как они принимаются? Не просто как вы захотели. Ну, так, за счет культуры у вас будут накапливаться очки цивиков, и когда накапливается очка цивика, вы можете принять этот цивик. Но внутри они как бы разделены на четыре... Лучше скажем так. Вот вы видите этот полукруг цивиков сейчас, и он, во-первых, разделен на какие-то семь областей, связанные с культурой, с войной, с религией и так далее. И внутри этих областей вы можете принять определенные цивики в зависимости от того, как вы реагировали на события, происходившие в игре. Например, у меня появилось событие, ваш первый календарь. Мы изобрели календарь, и мы должны теперь выбрать, он будет солнечный или лунный. Солнечный календарь поведет нас по пути прогресса, лунный календарь по пути традиционализма. И вот эти решения, кстати, в дальнейшем, потому что вот меня тут спросил Stranger in Game, будет ли как-то политические направления влиять с другими цивилизациями. Собственно, вот эти ваши выборы, они будут показывать, по каким путям вы идете. А различий в путях как бы четыре, четыре пары. То есть видите, прогресс и традиционализм, индивидуализм и коллективизм, патриотизм и интернационализм, и, наконец, по-моему, свобода и авторитарность. И вот выбирая пути движения, выбирая цивики, по которым вы идете, таким образом вы будете и создавать развитие вашей цивилизации, а не только выбирая культуры. Какие цивики будут вам доступны, опять же, будут идти из тех решений, которые вы принимаете во время событий. Это такие мини-квесты, что ли, похожие на то, что, опять же, я постоянно возвращаюсь к Endless Legend. Интересно, кстати, реализована возможность постройки чудес света. Вы их как бы резервируете для себя. Вот, например, в начале мне было предложено выбрать из того, что я хочу построить пирамиды, висячие сады Семирамиды, либо храм Артемиды. Я это выбираю. Очевидно, что оно становится недоступным для других культур, и только потом могу построить. Ну, а строится оно, как и в других играх, занимает целую клетку, там строится огромное количество времени и дает офигительные бонусы. Есть, кстати, и влияние культур. Пока непонятно, опять же, как это будет реализовано. Если много влияния культуры, будет ли переходить область под контроль. Но механика в игре такая присутствует. Еще отмечу, что в игре даже сейчас уже очень хорошо реализовано обучение. То есть в начале прям каждую вкладочку тебе объясняли, подсказывали, на что нажать. То есть по сравнению с тем, как это сделано в шестой цирре, где игроки меня до сих пор спрашивают, как город ставить, и что там, как юнит построить. В Humankind уже сейчас обучение на высоте. Карта, конечно, намного лучше читается, чем в том же Endless Legend. Вот эти все возвышенности работают. Встали на возвышенность, высоко сижу, далеко гляжу, спустились чуть ниже, нифига не видно. К интерфейсу у меня, пожалуй, только претензия к виду города. То есть там все-таки слишком нагромождение деталей, что выбрать, что построить. Это я-то понимаю, поиграв в Endless Legend, а новый человек, несмотря на все подсказки, я думаю, потеряется. Да, кстати, тут есть и губернаторы, как в Endless Legend, но они намного проще реализованы. То есть это не герои, как были в Endless Legend, а просто вы можете добавить губернатора в город, и у него тогда пропадают штрафы. Он как бы становится управляемым. Для этого он будет неуправляемым, а если добавляете губернатора, то управляемым. Количество губернаторов, ограниченное количество. То же самое, кстати, касается генералов. Это не какие-то индивидуальности, а просто вот обезличенная такая структура. Губернаторы и генералы, которые вы можете добавлять к юнитам, либо в города. Понравилось, что начальный морской юнит может совершенно спокойно выплывать в океан, и там благополучно тонуть, прям как в первых цивилизациях это было. Ну, вас, конечно, предупреждают, что смотрите, в следующем ходу останетесь в океане, утопните. Но это приятно, что вы все равно можете в океан выплыть. В общем, впечатления пока самые, что ни на есть радужные. Понятно, что игра сырая, куча механик еще отключены, но очевидно, что они тут будут добавлены, очевидно, как они будут работать, и ощущение вот этого развития цивилизации действительно присутствует. Так что очень жду развития. Кстати, разработчики извинялись даже, что игра не выходит в 2020-м. Они сказали, что это все из-за коронавируса, из-за того, что им приходится всем работать из дома. Из-за этого разработка замедлилась, им пришлось перенести на 2021 год выход игры. Еще раз напомню, что в прикрепленном комментарии будет ссылка на скриншоты, которые я наделал в процессе игры. Может, они вам еще больше помогут понять, что в игре происходит. Задавайте вопросы в комментариях, если что-то было непонятно. Надеюсь, я смог прояснить некоторые моменты по игре. Ну, на этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok